Я из города Мариуполя, я мама троих деток, я была управляющей в ресторане, муж работал на заводе Азовсталь. Я охопливався фотографией, фотографировав Мариуполь, мешканцев Мариуполя. В каждой фотографии у меня своя история. Я продавала воздушные шары, у меня был свой бизнес, я занималась оформлением праздников, у меня был свой магазин. Обычная семья, которая строила какие-то планы, у которой были какие-то мечты, у которой в какое-то время просто это все оборвалось. О четверти ранку за 15 часом вернулся Путин. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Все, что оккупанты делают в Мариуполе, это уже за межой двери. Начали сгинути украинцы, начали гореть города, бомбить города, в том числе и наш Мариуполь. Особисто мене з Маріуполем повязує мій брат. Я сестра виконуючого обов'язки 36 окремої бригади морської пехоти Сергія Волинського. Позивний «Волина». Это моя опора. Да, раскалунку испокуюсь. 27 марта меня задержали на блокпосту на выезде из города Мариуполь. Что это ты, кто такая, чего ты решила, что ты кого-то можешь спасти? Сейчас мы тебе объясним, где твое место. Я находилась в плену в Еленовской колонии по протяжении ста дней. Возглавлять колону машин 27 раз поездки в Мариуполь может только сильная женщина. Мариуполь – така дуже велика хатинь. Дуже велика. Что навіть у Другую святовую войну німцы не так зруйнували Мариуполь, как это сделали сейчас расисты. Пока там влада Росии, ДНР, конечно, туди анішаву. Нема ходу. По-за звонодосяжности во всех отношениях. Туди неможливо подзвонитись. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Не дейшлите с СМС-поведомления, а вы за телефону будь ласка позже. СМС-поведа в Мариуполь. Здравствуйте. 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 Понял. Раджу вам скорейше домовитись, бо незабаром включим генератор, и кто из вас двух рискует залишитись без заряженного гаджета. История, которую переживал каждый мариупольчанин, который находился в подвале. Я понимаю, что эмоционально мы тут все померяем. Этот актер единственный, который выехал из Мариуполя в таком складе, и на базе которого мы начали работать дальше. Ощущение съемок какого-то фильма. Ты не был актером в этом фильме. К сожалению, ты был реальным участником этих событий. Подеи в Мариуполе цікавые. Я захопливался театром, грав в виставах театральных. 24 лютого было гарное, комфортное, цикавое життя. Мариуполь, последними годами, это действительно становилось все более интересным. Это действительно стала такая себе витрина Донбасса. Мы жили в самом центре города, неподалеку от Драмтеатра, немного выше площади Кирова. 3 березня, 18 вечера, начался обстрел, так и совсем неожиданно. Я вниз, вниз. Все нормально? Хорошо, что я машину поставил перед входом. Она так защитила нас. Мы сховались в коридоре. И действительно, в каждую мить ты сидишь, ты чуешь, что летит черговый снаряд. И думаешь, а че не твой дом прилетит? Будинки 50-100 метров от нас буквально были обстреляны. Были прямые включения в дом. Были погибли люди. А теперь смотрите, что люди сами придумали. Морг. Вот в это здание отделения «Новые почты» на Черемшко складывают трупы, которые в дальнейшем они сами же будут и закапывать. В ковре, в пленку. Это просто катастрофа. Люди закапывают трупы своих соседей у себя во дворе. Вот просто во дворе. У меня трое детей. Девочки старше 16, 7 мальчиков и 6 девочек. Мы видели, мои дети видели, когда трупы лежали на дорогах. И не по одному дню. Когда мы приехали в убежище, там было более 300 человек, 40, наверное, деточек. Там было настолько темно, были пару свечечек. Я, наверное, не плакала до того момента, когда началась авиация сильная. Я всегда держалась, я держала, я поддерживала остальных женщин и детей. Авиаудар произошел на ПГТУ. Когда была сильная авиация, когда трескли стены, и когда мы с мужем закрывали собой детей, мы молились, чтобы или всех сразу, или никого. Я боялась, что, дай Бог, с нами что-то случится, мои дети станутся. Или наоборот. Они просто плакали. Они скулили, как собачата. Они ничего не говорили. Мама. 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 Первые снимки я пошел делать как раз после этого строго беда. Мы с дружиной решили посмотреть следующие на строго. Я взял с собой автопарад. Мы ходили по дворам. Я снимал не только руйнование домов, но и людей, их реакция на это все. Мы собирали какие-то гнилые овощи. Мы очень радовались, когда шел дождь. Мы могли поставить какие-то миски, вёдра, чтобы собирать ту же воду. Это, до речи, так люди делали себе воду. Випав сниг. Было холодно, но это была додаковая вода, которой уже не хватало. Люди взбирали сниг, топили его и отримали водичку. Наверное, из машин зашкребали его. Я вам сказал, что я снимал людей біля нашего домика, когда они готовили ежу. Это тоже люди набирают в калюжу воду, чтобы была хоть какая-то вода, потому что без води оно было как-то так. Почему я все-таки был уверен, что все скоро закончится. У нас на этот час уже не было ни свитла, ни газа, ни води. Но они были на основании достаточно позитивно. Кто-то там с урна готовил ключи, кто-то там с каменців. Все, что попадалось под руку, шло там. Ось люди там. До речи, очень интересно было. Такие были, ну, сразу было видно, в каких подъездках люди живут дружно, а в каких не очень. Я памятаю, как 8 березня я шел містом и побачив, там неподалеку от нас был магазин, где продавали квиты. И украинские войскови, незважаючи на то, что идет война, они решили подарить квиты женщинам в шпителе. Они загрузили, а вот как раз этот момент, это один из этих хлопцев. Он загрузил квиты в автомобиль, чтобы везти их до шпителя. Но, на жаль, этого хлопца уже нет в живых. А того яскравого бородача, который как раз ставит квиты, он пытался выпласти на човню из-за стали, и в човню влучшила ракета. Это город смерти. Настолько, наверное, там витает запах смерти. Город весь черный, даже деревья, зелень не скрывают вот этого всего. Все дома черные, все разрушено. В глазах у людей печаль. Люди выживают как могут. 15 марта мы выехали. Это были первые вот такие попытки людей, вот 13-14, когда люди по собственному желанию и по мнимому такому зеленому коридору, договоренностей не было никаких. И люди выезжали, но нам выехать не на чем было, так как 9-го была же авиация сильная, и мы остались без машин, да. Но нас вывезли волонтеры. И после этого мы, когда ехали, мы с мужем дали слово, что если мы выйдем, будем живые, то мы будем помогать таким же, как и мы людям. И вот так вот получилось, что мы с мужем стали волонтерами. Мы грузим два бусика на Мариуполь. Вот так вот. Вот так вот. Вот нам нет. Мне больше хочется снимать, все ж таки, несмотря на все, что-то такое позитивное. Наверное, в этот момент я пытался показать, что даже в час войны эти дети просто прибирали шкло, которое там насыпало после обстрела. Про этих я могу сказать, что они живые, здоровые. Вы поддерживаете связь с этими людьми, которые на фото? Взагалі, только с деякими. Там была одна девушка на фото у меня. Только вчера я дизнався, что она вышла из полона. Есть такая чудовая девушка, она занималась в Мариуполе святами. Она занималась поветряними шарами в Мариуполе. Так, Анна Ворошева. Це було останнє фото, коли ми знайбачилися. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше на автобусах Дальше на автобусах Порядка 32-35 людей Надеюсь, моя мама въехала уже в Запорожье Надеюсь, что она уже эту ночь спала не в машине, не в подвале а в кроватке 27 марта меня задержали на блокпосту на выезде из города Мариуполь только по факту того, что ты мариупольчанин, только по факту того, что ты украинка и по факту того, что ты пыталась помешать кому-то погибнуть В первый раз, когда мы подъехали к российскому блокпосту это, наверное, леденящий душу вот такой сковывающий страх ты не знаешь, как себя вести Это начало блокпоста снимаем втихаря конца не видно очереди, поэтому будем потихонечку снимать предупредили их о том, что если они сейчас не разъедутся чуть назад не зайдут просто выйдут в БТР и расстреляют Кошмар! предупредили это твое родное и тебя не пускают всех ребят пропустили меня оставили на блокпосту они решили, что можно в мою ногу потыкать ножиком и при этом говорить такую фразу плачь у них это было как своего рода разное развлечение как-то вот и мы стояли, наверное, больше часа лицом к стенке под дулом и автоматом нам не разрешали вообще ничего мы стояли вот так по одному вызывали в кабинет нас хотели посадить на яму как они говорят говорили, что ты там возишь людей там надо делиться я говорю, я ввожу людей от души и бесплатно поэтому делиться говорю, у меня нечем говорю, хотите могу дать печенюшку печенюшку отмоглялась да не брали потом уже они и печенюшку потом брали но за нами правда мы ехали за людьми но нас отпустили да мы идем с миром мы не делаем ничего плохого мы помогаем людям и это самое главное мы находимся в городе Мариуполе в Личевском районе у нас многодетная семья четверо деток мама Ира мы привезли в гуманитарку люди ждут ждут с надеждой Ира, ну не расстраивайся все хорошо будет риск был настолько большой потому что обстрелы шли попадали неоднократно под обстрелы что через наши машины пролетали где-то где-то были и осколки в машинах ехали только отчаянные ребята боролась вот в душе вот такое вот может быть я плохая мать если со мной что-то случится в дороге на кого стану ну как бы кому нужны будут мои дети а сколько раз ты ездила я 27 в этот раз я понимала что здесь мои дети а там дети которые находятся в аду мои дети хотя бы присмотрены накормлены они находятся чистые в тепле находятся а там деточки которые находятся в сырых подвалах люди просто цеплялись на колеса действительно и они хотели выехать это такая паника и ажиотаж был вот так вот горьбой падали просили чтобы их вывезли и мы знали для чего мы едем потому что Мариуполь на тот момент он был прямо в таком вот вот он был в огне это было 15 березня начался уже черговый обстрел я побег до хати проверить проверить чи моя дружина в хате чи не був таки дуже сильный вибух дуже громкий а потім повна тиша и тебе обстрел и Такая думка, что, наверное, это уже все, что вот так оно и бывает, что тихо и темно, и все. Но потом я уже так начинал двигать руками и ногами и понял, что все-таки живее еще. Еще рано тогда. Это как раз эта веранда, где меня тогда накрыло. Мне всегда сказали, что у меня, мабуть, очень хороший янгол-охоронец. Не знаю, может так. Мне кажется, что для них вообще было ничего. Как мне, во время встречи с тими шкадировцами, сказал один из них, что тут ходишь, у нас приказ стрелять без предупреждения. Никто не знает, сколько людей осталось под руинами. Когда Россия говорит, что под драмтеатром осталось всего 12 людей, а сколько людей погибло всего? Ну, как можно этому верить? Когда ты знаешь, что в драмтеатре находилось около тысячи людей на тот момент. А сколько людей погибло под домами, когда бомбили жилый квартал, то никто не считал этого. Поэтому, так, ну, приблизно, кажут, там, 30 тысяч загнуло, а может больше. Я стыкался с людьми, которые сказали мне, что так, в 2014 году я поддерживал, або поддерживал. Они были женщины, мужчины такие, Путин, так, я этого не скрываю. Но после того, что я увидел сейчас, что он творил с Мариуполем, я не мог такого представить. Путин пришел в Мариуполь и знал, что Мариуполь. Сейчас тяжело найти семью в Мариуполе, которая не знала втрат своих родных. Своих родных, або кого-то с друзьями, друзьями. Путин пришел в Мариуполь. Солдаток есть? В какой-то мере да, потому что пока мы добирались из Донецка через Берлианск, это было несколько дней. Разрешила своим мыслям двигаться в будущее. В чем молодежь, ну-то была? Я была одета, вот этих шлепки мои. Я была в зимних ботинках, это первая моя наразе пара в сетях. Моя приедет, я буду ехать в зимке, маникюр. Вы не убивайтесь, мы между собой так много разговаривали. Нам очень хочется, чтобы вы продолжали здесь жить, понимаете, за нас. Понимаете, за нас улыбаться, не вздумайте унывать. Все, все, вот это. Что вы бываете сейчас? Ну сейчас при покупке обуви для меня, женщина услышала косвенно, откуда я, у нее там тоже родственник находится. И женщина попросила меня, показала мне фотографию, видела ли я такого человека там. Но эти ребята содержатся немножко в другом, на этой же территории, но в других местах. Поэтому я лично его не встречала. Это Виталик. Это человек, девчина, яка находится в том же полонне, Светлана Полоян. Солдат-повар, готовила ездить. Ничего такого, за что можно было дружину тримать в местах позваливания води. Она тоже очень хвилюется за это и переймается, что я никогда не думала, что буду сидеть в тюрьме за то, что готовила ездить. Такие слова были, дословно, от того, как мне предлагала Анна. Моя дружина потрапила в полон десь, не десь, а 22 березня. Далі чекаємо. Join the corridor in Mariupol! Join the corridor in Mariupol! С проханием, я хочу звернутися до нашого президента, до Володимира Зеленського. Немає ціни людському життю. Join the corridor in Mariupol! Мы закликаемо світовую спільноту. Я кричала, чтобы нас услышали и применили к нам поцелу их сдачей. Я сестра выполнения обязательства 36 окремой бригады морской пехоты Сергея Волинского. Позивный Волина. Для меня это мой родный брат. Видите, не могу. Не рассчитывала на такую реакцию свою, что ничего не сказала уже. Мой брат никогда никому не рассказал. От навіть в цей раз, коли він вже поїхав на службу, він навіть не сказав, що куди він їде і де він. Коли на них вже почали кидати ці трехтонні бомби, ці бомби просто розбивали в щент бункери і так далі, то жили від плюсика до плюсика, від Сергея в смс до смс. Він присилає плюсик, що живий, і ти такий видихаєш і думаєш, слава тобі, господи. Постійно писала, підтримувала. Від Сергея це було люблю. Тобто дуже коротко, як справи, норм. Останній раз був зв'язок 20 травня, це була смс ще з заводу Азовсталь, була смс про те, що зв'язку більше не буде. Ми розуміли, що вони покидають територію заводу Азовсталь саме 20 травня після цієї смс. Ми розуміли, що цей день колись настане, але не розуміли, коли саме. І ось після цієї смс ми вже зрозуміли, що цей день сьогодні. Він постійно сниться. Нещодавно був випадок, як я... Мені сниться, що мені телефонує якась людина, яка зараз знаходиться поряд з ним. І я говорю, а де Сергій? І мовчанка в телефонній трубці. Я розумію, що Сергій мене зараз чує. І я починаю вісні кричати, Сергій, Сереженька, Сережа, ми тебе повернемо. І він сказав мені лише одне слово, я тебе люблю. Про місце перебування його на сьогоднішній день на 100% нічого не відомо. В якому він стані, скажімо так, як його здоров'я, як вони там харчуються, в яких умовах їх тримають, як вони сплять. І так далі, це все нам невідомо. Чи є тортури, чи нема тортур, нам це все невідомо. Ми можемо лише здогадуватись і все. Дякую за переглядом, я розуміюся. Я знаходилась в Прину, в Еленовській колонії на протяжі 100 дні. Коли открылись ворота, я впереди себя увидела просто коридор, камінний двор. По бокам зашитый метров 4-5 металлической сеткой, рамесой. І с каждой сторони було порядка там тут 6, тут 8, до 10 собак с каждой сторони. І цей лайн і тебя проводят по этому коридору. І впереди ще якісь металлическі параніровані двери. Тобто я поняла, що тут доволі просто в тюрьму. І це було жасно. Тобто я поняла, що дуже-очень ми потрапили. Досмотр по стандартам самого Плапоркина. Люди, жінки, які приказують тебе роздеваться до гола. Віщі, з якими дергиваються, вирюваються шнурки всі. Тобто не спариваються. Ні о якій презумпції невиновності вообще не йдет речі. Тобто не ведуть себе, як з пленами. Тобто не ведуть себе, як з гражданським чоловіком. Тобто там просто одна яростна ненависть. Просто к факту твоєго существовання. І потім тя ведуть руки за спину, тя ведуть по коридорам. І передо мной відкрываються двери камери, яку я видела до цього тільки в кіно. Закривається двері. Тебя туди вталкиють. І за тобою захлоплюється двері. І цей звук захлоплюєшся з двері, теж він буде стояти в нюшах. Попадаєш в закрітое пространство абсолютно. Создається атмосфера такого квазипространства, такого пространства абсурдного, де ти теряєш течення вимень. В Еленівська колонія, перший приєм пищи, тоже про осознання, де ти знаходишся. Це алюминиєва миска. Вона не митая, вона грязная. Заключенних порядка 400 человек именно в цьому блокі. А мисок 25-30. І по очереди все їдять з однією тієї миски. Вона не моється, в неї просто снова накладываються еда. Вона не складывається вот так ступкою. Грязне дно, грязне задержання. Вот эта липкая вот эта вот штука, в нього снова ляпається что-то, і тебе дається. Страх глобальний, это когда за твоей камерой, за дверями твоей камерой происходит избиєння людей. І як плачут мужчини. І як вони вималюють пощаду. К тому невозможно було привыкнути. ВООБЩЕ. ТОЕ СТОБОЙ... ТОЕ СТОБОЙ... ТЫ ЖЕ НЕ В КАКОЙ-ТО... ПИРАТСКОЙ СТРАНІ. ТОБЩЕ... ТЫ СТОБОЙ... ТОБЩЕ... ТОБЩЕ... ЧТО ТОБЩЕ... Но это не работает. И беспомощность абсолютно не... Что это может быть навсегда? Человек, который может прямо здесь потерять жизнь. Когда мы были в КПЗ Мангушского РУВД, там были ребята, которые были на тот момент из местных административно задержанные. Пришли однажды за ними и сказали, что нужно два человека на работу. Ребята обрадовались возможностью отработать админнарушение. Но когда они ночью их привезли в 2 часа ночи, на них не было лица. Приезжали розовые машины, сваливались трупы. И эта куча сортировалась на мужчин, женщин с татуировками, без татуировок. Прислаивали номера этим трупам. Брали, срезали с трупов ногти. Помещались в пакете кучами. Были люди, которых собирали из Мариуполя, из Пригорода, из зоны боевых действий. 2-3 метра кучи на протяжении всего ангара. Гробы заколачивались, и эти гробы тоже снова куда-то. Первые перемещения из КПЗ в КПЗ, Мангуша до Кучаевска, я этого еще не осознавала. Я ждала, что это сейчас что-то выяснится, что-то случится. И каким-то образом я человек, который не имел отношения к войне, к военным действиям, никакого вообще никогда. Поэтому я надеялась. Но когда я пошла по коридору, когда я села в автозак, когда меня посадили, когда меня привезли к воротам и выезду до Донецка... 29 апреля меня вызвали в штаб колонии и вручили постановление о моем задержании новом. От 27 апреля, якобы 27 апреля, меня задержали в Волновахском районе. И я задерживаюсь на 30 дней в Еленовской колонии по обвинению в террористической деятельности. Мне было объявлено, что я сейчас прихожу в статус военнопленных и буду находиться в колонии до конца войны. Я несколько раз уже подписывала новые протоколы. У меня несколько раз уже была дата в документе написана, в который я выхожу. И каждый раз это изменялось. Я таких протоколов подписывала три штуки. Я себе дала обещание не надеяться. Нас пытаются освободить. Когда-то однажды это случится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Как ты? Так, как заражено. Чекаем каких-то новин. А новин нет? Ни кто не телефоновал? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я с дружиной Сергея говорила по телефону, по відеозвязку. Син Сергея, ему 5 лет. Он родился в том, как война йшла. И он привык к тому, что папа, тата, часто нет дома. Тато ездит на выдержание. А как там Сашка? Питает постоянно, когда мы вернемся домой. Он помнит, что папа ему обещал, что он за ним приедет. И он ждет его возвращения. И хочет с ним поехать очень на море. Я понимаю, что моя функция в его жизни – это просто быть. А обнимать, целовать, нежить, баловать. Это все до дружины и до сыночка, до маленького. Мы с ним занимаемся. Мы уже изучили алфавит. Он уже умеет писать. И первое, что он смог сам написать, это листа до тата. Он написал «Поддержка Маріуполю». «Папа, я тебя люблю». И он намалювал флаг Украины. Если бы мы хоть на минуту, хоть на секунду почули бы его голос, мне кажется, что бы он все хорошо или все хорошо. 4 июля я услышала, что заходят конвоиры на второй этаж, где содержались ребята-волонтеры. И начинают перечисляться фамилии. Фамилии с вещами на выход. Фамилии с вещами на выход. Фамилии с вещами на выход. И я только загибаю пальцы. Кто? Сколько? И я понимаю, 18 человек. Я понимаю, что их там больше. Их там 21. Я 22. Я понимаю, что не все. Вся колония – это момент такой тишины, звенящий. Когда с вещами на выход тишина во всей колонии, во всем этом здании ДИЗО. И они спускаются по лестнице эти, несколько конвойеров. И он говорит вслух. И мне нужна еще одна девочка. Я уже дальше не слышу ни фамилии, ничего. Я начинаю с фееричной скоростью собирать свои вещи. И тогда открывается кормушка. Аня. Аня, Ворошева. До дома. Ты едешь до дома. Всем привет. Все целые, здоровые. Сейчас будем пить кофе, отдыхать. И обязательно с вами связываться. Спасибо за то, что вы делали все для того, чтобы мы сегодня были вас с вами. Спасибо. Мы проезжали по трассе из Бердяна в Запорожье. И первый КПП с украинским флагом. Ребята за СУ. Наш яркий желтоблокитный прапор. Мы просто кричали «Слава Украине!» Мы кинулись. Они говорят «Ребята, так, тихо, тихо, вы кто?» А мы прям ходим обниматься и ликовали мы, конечно. 62 дней вы были в Марьевболе. Так, мы очень долго не могли выехать, дейсно. Мы, наконец, все-таки смогли выехать из света. Хотя до последнего не верили в это, что это может быть. Мы три часа пытались выехать на Запорожье эвакуационными колонами, зеленными коридорами. Россия каждый раз раз взрывала все домовленности. И мы должны были повертаться ни с чем. Мы начали шевкать перевозника какого-нибудь. Кто не имел своего транспорта, они там платили гроши. Ну, мы там по 2000 человек заплатили. И им нас обещали довезти до Запорожья. И такую колону мы вырушили. По трассе там, дейсно, было очень много проверок. Мы проехали, десь, мабуть, блокпостей в 15. На каждом проверяли документы, проверяли телефоны. Дивились, открывали там багажник, дивились особистые вещи. Ось, зі мною були мої фотоархіви. Хоча, дейсно, ризик был, але, ну, все ж таки, я зробив деякі такі речі, які сподівався, що мені допоможуть. Я так, що в житті ще граю в театрі. Я так намагався зіграти роль такого дідуся. Я тоді ще був такою з бородою. Худи, коли він заходив в автобус, і пальцем тикав так, ти, 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 на вихід, на перевірку. Мене тільки одного разу вивели, все. Більш мене не шпали. Але оці хлопці, яких виводили, їх теж кожного разу роздягали, перевіряли ноги, там, показували тіло. Перевіряли ретельно дуже їх телефони, там, речі. І, ну, найголовніше, що, як би там, що б то б телефонів було, вони відкрито казали, от і гроші. П'ятцот гривень була така такса. Квиток такий на проїздник. Я, коли тільки виїхав з Маріуполя в Токмак, тоді в мене з'явився хоч якийсь зв'язок. Ми вже схопили за телефони, дзвонити дітям нашим. Потім ми доїхали до першого українського блокпоста, коли побачили ці обліччя, люди, наші хлопці. Вони зовсім інші, наші були хлопці. Заїжджає, тут, перша колонна. Зараз заїжджає. Да, хто на чому може. Куда приїхали? В Мариуполь. В Мариуполь, отлично, земляки. Виехали в 6 утра с Мариуполя. Вчера. Вчера. Вчера виїхали. Ворота дівчина. Тільки сьогодні. Я до сьогодні не повинююю. Я кожен раз хожу по городу, там, либо їдемо, там, туда-то, туда-то. Я не можу, на це все трупами воняє. За байками стоїш в очереди. Везде вочер. Там три тисячі какой-то. Хочеш п'ять дней, просто, ну, жалко смотреть на людей. Ну, що, у меня дамо в школі було. Знаєте, я давно держалась, не плакала. Все хорошее, все хорошее. Все хорошее, все хорошее. Ми сильні, ми сильні дівчата, ми вважали, значит, це да, це треба було. Все хорошее. Именно наші в Мариупольскі це просто отдельна якась каста. Ну, це родні, близкі. Хочеться обняти, хочеться поцеловати, їм сказати, що спасибо, що ви вважали, действительно, спасибо, що ви вважалися. Будьте обниматися. Це наші в Мариуполь. Я їду в Київ, після Києва. Я поїду в Європу на встречу з родними. У мене змогли виїхати в Нідерланды мама і дочь. Я сказала, що я хочу съесть торт «Наполіон». Вона говорить, що я пока вибираю рецепт. Я представляю, як будемо біжати на встречу другу. Ми просто, наверное, все будемо радять. Главное, що ти в цей огонек, що ти в сети, що ти живой, і що ти на святі, що ти можеш позвонити, і там скажуть «Ало». Ми вспомнили, як часто ми не звонили своїм мамам. І все ось ці человеческі цінності, але вони вийшли на перше місце, звісно. Із них і состоїть, оказывається, життя. Це і є життя. Дякую за перегляд! А от як уявляєтесь першу зустріч з Сергією? У мене є два варіанти першої зустрічі. Перша – це коли ми зустрічаємо Сергія всією родиною, Руслана і Саша обнімають Сергія перші. Але я їх дуже попросила робити це не дуже довго, бо я також хочу обійняти. А другий варіант зустрічі з Сергією – це коли я одна. І я одна маю можливість його обійняти. І я не знаю, мені здається, що слова там будуть зайві. Город отстроюється заново. Звісно, це буде вже не той Мариуполь, яким він був. Але це буде современний, красивий міст. Возможно, він даже буде більше, ніж він був рані. Але для мене це вже не буде той міст Мариуполь, Которому я привык. Тот міст, котрому я прожив всю свою життя. Ну, можливо, я вернусь з нього. Возможно. Якщо цей міст примет мене, і якщо я змогу приняти його таким, яким він стане. В моїй пам'яті Мариуполь мирним, він не останеться в моїй пам'яті. Він останеться в моїй пам'яті разрушенним. І у мене перед глазами стоїть воронка 66-й школи, ці костри, добування води, ужас в гласах людей. І, конечно же, бесконечна грусть за нашим морем. І, конечно же, бесконечна грусть за нашим морем. Дякую за перегляд!